Жители старого барака по адресу Путевая 16 со страхом ожидают зиму. В доме нет воды, отопления, лет 20 не было капремонта. Зимой квартиры промерзают так, что отключается бытовая техника. Об этом неоднократно рассказывали журналисты РТС. Весной после пожара у Маргариты Амановой обвалился потолок. Я ночую здесь, иногда с сыном ночую в этой кровати. Вот у меня потолок. Даже страшно здесь. Спишь и боишься, что потолок на меня, кажется, упадет. Ремонт я боюсь сделать, потому что, если я начну сдирать, у меня также будет все отвалиться до штукатурки. Зимовать я боюсь. У меня нервное состояние, особенно как в исполком схожу, все, я прихожу, у меня давление. Люди обивали пороги администрации города, прокуратуры заказали независимую экспертизу. Заключение – дом не пригоден для проживания. Но местные чиновники долго отказывались признавать барак аварийным, решив, что достаточно капремонта за счет самих собственников. Люди обратились к уполномоченному по правам человека в Хакасии. Он посмотрел дом, изучил документы. Очевидно, что администрация не хочет признавать его аварийным, несмотря на заключение независимой организации, прокомментировал Андрей Шулбаев. Прошло совещание с прокуратурой, минстроем Хакасии. Рекомендации отправили в администрацию города. Там снова собрали межведомственную комиссию. Все-таки заключение мы получили положительное. То есть дом признан на сегодняшний день аварийным, подлежащим сносу. И я так понимаю, на сегодняшний день документы готовятся для подачи в мистрой Хакасии, чтобы включили в реестр аварийного жилищного фонда. На переселение людей потребуется 2-3 года. И тут вопрос к мэрии. Почему бездействовали, добавил Андрей Шулбаев? В администрации пояснили, в городе 14 аварийных домов. И все ждут своей очереди. На основании постановления администрации города Черногорска от 13 сентября 2019 года для собственников были установлены срок сноса. Это 16 августа 2024 года. Тем временем уполномоченный еще раз обратился в прокуратуру Черногорска инициировать административное производство, чтобы надзорники выдали чиновникам предписание – расстелить людей до холоду.